Символом района и Нового Парижа в целом является подземный гипермаркет Форум Дез Аль, построенный в 1979 году на месте самого большого парижского рынка, с легкой руки Эмиля Золя, получившего название «Чрево Парижа». Площадь гипермаркета составляет 40 тысяч квадратных метров. Возведен он был командой архитекторов под руководством Клоба Воскони. Мраморные лестницы, сложные системы зеркал и эскалаторы объединяют четыре подземных этажа вокруг открытой площадки. Торговые павильоны соседствуют с кинотеатрами и ресторанами. Надземных строений тут практически нет, если не считать странных уходящих вниз закругленных конструкций. Это как бы крыша форума, на земле обнесенная заграждениями. Наискосок от форума расположена церковь Сен-Эстаж. Архитектурная уникальность церкви состоит в том, что в ней можно увидеть плавный переход от поздней готики к Ренессансу. Виктор Гюго занес ее в список церквей, которые из-за такого рода особенностей следует особенно беречь. Разностильность Сен-Эстаж – результат растянувшегося на полвека строительства с 1532 по 1589 год. Обилие известных имен, в биографии которых прописано Сен-Эстаж, поражает воображение. Здесь крестили Ришелье, Мольера, Мадам де Помпадур. Здесь отпевали Жанна Лафонтена, Жанна Батиста Кольбера, Мольера, Анора Габриэля Мирабо, Жанна Филиппа Ромо и Венсана Вуатюра. Статую Кольбера, сюрентенданта Людовика XIV и автора экономической теории меркантилизма можно увидеть внутри церкви. О прекрасном органе и не менее прекрасной акустике Сен-Эстаж лучше всего говорит перечень примерных авторских исполнений. Тедеум Гектора Берлиоза, Большая Месса Ференса Листа. Перед церковью установлена гигантская голова, прислонившая ухо к земле. Скульптура работы Анри Миллера называется «Слух». Она вырезана из цельного каменного блока весом 72 тонны и наверняка символизирует культовую музыкальность места. На фоне строгой церкви голова выглядит словно пришедшая из другого мира.